Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пашмынцева. Сегодня вы увидите. 10 тысяч доз вакцины. В регионе началась внеплановая иммунизация против кори. Прививки впервые поставят 9-месячным детям. Преступную группировку раскрыли петропавловские полицейские. Арестованы 6 подозреваемых. У них изъяли 100 граммов героина. Теплый, ясный или дождливый и пасмурный. Североказахстанские синоптики рассказали, каким будет второй весенний месяц. Аким области Кумарак Сакалов три дня находился в селе Кулыколь у Алихановского района. В воскресенье там еще в селе Каратал развернули оперативный противопаводковый штаб. Возле населенных пунктов провели отсыпку и работы по укреплению берега. Большая вода пришла из Акмолинской области. С Салитинского водохранилища уходит по 574 кубометра в секунду. Это намного превышает среднегодовые показатели. За последние три дня районы сел Каратал и Кулыколь приняли около 154 миллионов кубов воды. А в 2015-м этот показатель был 330 миллионов кубометров за месячный паводковый период. Какие действия предприняли спасатели, расскажет Эгири Мукашева. Иркибулан Ашим в селе Кулыколь живет с детством. Говорит, большая вода приходит сюда каждую весну. Потому к наступлению стихии он всегда готов. В этом году на помощь сельчанам отправили спецтехнику. На окраинах деревни насыпали дамбы. Эта ситуация повторяется ежегодно. Всю ночь мы не спали. Жители села оказывают активную помощь. То, что произошло, надо устранять. Посмотрим, что будет дальше. Вода размыла дорогу между двумя поселками. Люди остались без телефонной связи. Спасатели эвакуировали жителей села Каратал на вертолете. В последний раз чрезвычайное положение было в 2015 году, когда вода полностью зашла в село, вспоминает жительница Каратала. Сейчас Эльвира Шаймаганбетова с тремя детьми временно проживает в школе поселка Кулыколь. Этот вопрос будет решен в нашем регионе, сказал Акимобласти. Спасибо ему, что он с нами. Мы верим, что это пройдет и не станет сильной опасностью. Все работы, которые делают, приносят результат. Специальный штаб под руководством Акимобласти третий день работает в Олихановском районе. Сегодня Кумар Аксакалов провел совещание с руководителями всех служб. Как заверил глава региона, ситуация находится под контролем. На сегодняшний день выброс Селитинского водохранилища сохраняется на уровне 574 кубометров в секунду воды. Мы проводим все необходимые мероприятия для сохранения здоровья, чтобы не было ущерба для имущества наших граждан этих двух населенных пунктов. Это село Кулыколь и село Каратал. Все необходимые меры предпринимаются и на сегодняшний день ничего не угрожает ни имуществу, ни жизни здоровья нашего населения. Сейчас темпы сброса воды замедляются. Где-то она пошла на спад. 27 числа департамент по червячайным ситуациям направили данный участок предварительно в группировку, но со вчерашнего дня еще усилили мы группировку. Кроме того, с Астаны нам пришла помощь в количестве 14 человек и трех единиц техники. Кроме того, в данный момент силы и средства комитета по червячайным ситуациям, а также органов внутренних дел на данном участке достаточно. На помощь уалихановцам прибыли столичные спасатели и из Павлодарской области. Сейчас там круглосуточно дежурят порядка 40 человек. Агири Мукашева, Новости, МТРК. Вода захватывает все большую территорию северного Казахстана. Уже зафиксировано 10 переливов на дорогах областного значения. Выходные талыми водами размыло 10-метровый отрезок автодороги между селами Краснокиевка и Карагаш. Как справляются с весенним обострением природы в Таиншинском районе, знает моя коллега Татьяна Исельская. Это видео облетело интернет за считанные дни, набрало тысячи просмотров и комментариев. В минувшие выходные талые воды размыли дорогу районного значения между селами Краснокиевка и Карагаш. Длина 10 метров, ширина 12 и глубина 2. Местные жители опасались, что дорога разрушится еще больше и переживали, как же они будут выбираться на большую землю. Учителя села Константиновки не смогли с субботу с утра добраться до села Краснокиевки, но благодаря нашим исполнительным органам отремонтировали данный кусок. И уже с понедельника наши преподаватели беспрепятственно приехали на работу. Местные власти отреагировали оперативно. Уже через несколько часов движение восстановили. Отсыпали около 500 тонн смеси из крупного песка, мелкого щебня и древесины. А это уже окраина города Таиншим. На улицах здесь сухо. Снега в этом году было много, но его успели убрать к началу весны. Сейчас заканчивают работы по очистке ливневок и засыпают лужи шлаком. В течение этих дней где-то до 10 вызовов и заявок обращаются в наше предприятие по оказанию помощи. И были даже вызовы по заявке на санизаторские машины по откачке воды. Но это единичные случаи, потому что паводковая ситуация, мы занимались предупреждением, поэтому больших паводков в городе не было. В целом паводковая ситуация в районе остается стабильной. Зимой из сел вывезли больше 15 тысяч кубов снега. Произвели взрывные работы в устье озера Шагалалы. С учетом прошлых лет на контроль взяли 13 населенных пунктов. Их круглосуточно мониторят, говорит заместитель Акима района. Подготовлен отряд экстренные реагирования. Имеется 129 единиц различной техники. В бюджете района по линии ЧАЭС предусмотрено 21 миллион тенге. Это резерв местного исполнительного органа 18 миллионов тенге. И по программе ликвидации предупреждения ЧАЭС 3 миллиона тенге. Всего по Североказахстанской области зафиксировано 10 переливов на дорогах областного значения. В Олихановском, Акжарском, Таиншинском и один в районе имени Габита Мусрепова. На местах работают спасатели. Татьяна Исельская, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. Большая вода продолжает наступать. Реки, вышедшие из берегов, размывают дороги, блокируют проезд автомобилей. Сегодня около пяти часов утра на трассе Екатеринбург-Алматы, близ села Чистополья, около моста через реку Аканбурлук, вода размыла насыпь на объездной дороге шириной 25 метров. На этом участке уровень поднялся почти на два метра. Сейчас вода пошла на спад. Ситуацию контролируют областные дорожные службы. Хотите заявить о себе или своем бизнесе? Разместите свою рекламу в новостях на муниципальном телерадиоканале. Мы работаем в эфире 20 лет. Нас смотрят. Нам доверяют. Нас выбирают. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Биоакустическая коррекция. Процедура, при которой мозг слышит и лечит себя сам. Метод хорошо себя зарекомендовал в коррекции различных нарушений речи, поведения и обучения. Адрес Горького 172, бывшая гостиница «Восход», телефон 46 08 73. Приемы терапевта и педиатра. При необходимости оформление листа временной нетрудоспособности. Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501 505. Мы продолжаем выпуск. Североказахстанские полицейские задержали преступную группировку, распространявшую наркотики. В числе подозреваемых шесть жителей Петропавловска. Сейчас они находятся под стражей. У них была особо крупная партия героина – 100 граммов. Всего с начала года полицейские изъяли больше 73 килограммов различных видов наркотических средств. Сотрудниками Департамента полиции Североказанской области разрабатывалась и документировалась преступная деятельность организованной и устойчивой преступной группы, занимающей незаконным оборотом наркотического средства героин на территории города Петропавловска. По отношению участников преступной группы начато судебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения предусмотрен статьей 297 часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время в следственном управлении Департамента полиции СКО проводится следственное действие, направленное на сторонние полное объективное расследование уголовного дела. Пожар едва не унес жизнь подростка в селе Явлинке Исильского района. Во вторник утром поступил сигнал о возгорании в частном доме. На место ЧП прибыли две пожарные машины. В это время крыша, веранда и входная дверь уже сильно горели. В доме осталась 16-летняя Карина, которая была в панике и пряталась за шкафом. Полицейские пожарные выбили окна и спасли девочку. Другим темам. Что мешает развитию бизнеса в Северном Казахстане? Специалисты проанализировали сферы сельского хозяйства и земельных отношений. Последнее, кстати, непрозрачное и подвержено коррупционным рискам. Нет доступной информации о земельных участках. Некоторые слушающие используют это в корыстных целях. Как решают проблемы бизнеса в нашей области, расскажет Эгири Мукашева. Неисполнение договорных обязательств, спорные территории, проявление коррупции. С такими проблемами сталкиваются североказахстанские предприниматели. За помощью обращаются во фронт-офис проекта защиты бизнеса и инвестиций. Его запустили год назад. За это время со своими проблемами пришли 34 предпринимателя. Помогли каждому. Обращались с вопросами и инвесторы. В целом по республике заключено 252 соглашения на сумму 6,9 трлн тенге. В нашей области соглашение подписано с 11 местными и иностранными инвесторами, с такими как ТО «Радуга», КТ «Мамбетов и компания», ТО «Биоперейшн», ТО «Тэйшамай», ТО «ЕМС Агро» и другие на сумму 138 млрд тенге. Что мешает развитию бизнеса? Специалисты проанализировали сферу сельского хозяйства. Выявили проблему в оформлении субсидий. Были факты, когда местные власти не уведомляли бизнесменов о недостающих документах. Из-за этого они лишались возможности получить государственную помощь. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а прием документов для этой процедуры перевели в электронный формат. Также в этом сегменте были выявлены проблемы неурегулированности процедуры оформления займов через фонд финансовой поддержки, факты предоставления фондом немотивированных отказов, выдачи займов без четких и понятных обоснований, ссылок на какой-либо нормативно-правой акт, содержащий выдвигаемые требования и несоблюдение сроков предоставления ответов. Но больше всего вопросов в сфере земельных отношений. Она не прозрачна, а значит, есть коррупционные риски. Некоторые госслужащие в корыстных целях скрывают информацию, не проводят торги или без причины отказывают потенциальным покупателям. И все потому, что нет доступной информации об участках. Но в июне прошлого года началась оцифровка земель. В комплексе будет информация об инфраструктуре, коммуникациях, генплан застройки города. В 2018-м на это из бюджета выделили 150 миллионов тенге. Почти столько же потратят в 2019-м и закончат оцифровку Петропавловска. Затем приступят к районам области. Агири Мукашева, Дильнужанов, Новости МТРК. О ней не хотели открыто говорить. Ходило много слухов и домыслов, но все же пришлось признать. В Казахстане вспышка кори. Она сезонная и происходит раз в несколько лет. В Минздраве решили провести дополнительную вакцинацию населения. Планируют привить более полумиллиона человек. Среди них впервые оказались 9-месячные дети. Хотя вакцину раньше ставили малышам от одного года. С чем это связано и какова эпидемиологическая ситуация в нашей области, знает Дженслу Тестемирова. Обстановка с кори вызывает серьезные опасения. Вспышка болезни началась в конце 2018 года. Критическая ситуация в Украине. На нее приходится больше половины случаев заражения во всем мире. 33 тысячи. В соседней России уровень заболеваемости кори увеличился в 13 раз. Настораживает положение и в Казахстане с начала года в нашей стране зарегистрировано почти 4700 случаев. Из них 197 в Северном Казахстане. Это по данным Управления здравоохранения на 1 апреля. Кори опасна своими осложнениями и очень заразна. Самому высокому риску подвержены дети. Лучшая и пока единственная мера, которая может защитить от инфекции – вакцинация. В педиатрическом отделении первой поликлиники получили дополнительные 700 доз. Помимо кори, прививка защищает также от паратита и краснухи. В связи со вспышками заболеваний кори у нас сейчас пошли очень много отказников. Люди поняли о том, что нужно прививаться для того, чтобы защитить своих детей. И поэтому сейчас, когда мы прививали, были эти вспышки, у нас пошли очень много детей. Те, кто отказывался от прививок, родители поняли и сейчас идут прививаться с большой охотой. По национальному календарю иммунизации прививку от кори ребенок получает дважды – в 12-15 месяцев и в 6 лет. В 2019 году зарегистрированы случаи заражения детей до года. Поэтому пока в стране существует эпидемиологическая угроза получать первую вакцину. От кори маленькие казахстанцы будут уже в 9 месяцев. Узнав это, Оксана Авдеева поспешила с дочерью в поликлинику. «Прививки ставим регулярно. У нас все хорошо. До года мы уже все поставили. Осталось вот только от кори получить. Мы не против, мы только за. Ну, дети есть дети, конечно, кто по-разному переносит». Все как и положено. Сначала согласие родителя на процедуру, осмотр педиатра уже после сам укол. Вакцина производства Индия. С ней наши врачи работают уже не первый год. Говорят, эффективно и легко переносится. Иммунитет после прививки вырабатывается примерно месяц. 700 дополнительных доз вакцины получили и во взрослом отделении первой городской поликлиники. «Будем прививать медицинских работников до 40 лет и будем прививать контактных в очагах. То есть не всех, а в очагах, если до 30 лет, у которых нет прививок, у которых нет данных о привитости и у кого только одна прививка. У нас есть списки уже, кто у нас подлежит вакцинации». Всего в Североказахстанскую область поступило 10 тысяч доз вакцины против кори. Напомню, иммунизация является единственной защитой от болезни. Врачи предостерегают, если человек не получил прививку, у него есть стопроцентная вероятность заражения при контакте с инфицированным. Жан-Сулут Астемирова, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. К другим темам. Сейчас искусственный интеллект помогает водить автомобили, убирать дома и даже писать музыку. Постребован он и в медицине. Компьютерный разум исследует штаммы вирусов, разрабатывает приложение вакцину, делает протезы и даже операции. Свой вклад в развитие медицины будущего внесли и североказахстанские врачи. В областной больнице разработали уникальную программу, которая выявляет патологии легких. С искусственным интеллектом познакомилась Агири Мукашева. Пневмония, бронхит, плеврит и еще десятки заболеваний легких. Главное – вовремя поставить точный диагноз. От него зависит дальнейшее лечение и здоровье пациента. Разобраться в них врачам помогает рентген-снимок, а в областной больнице еще и искусственный интеллект. Здесь врачи вместе с IT-специалистами разработали программу. Она помогает распознать патологию легких. В понедельник ее уже установили в приемном покое. Здесь в ней нуждались больше всего. Потому что рентгенологи у нас ночью не дежурят, и очень часто возникают какие-то сомнения в постановке диагноза. А программа помогает нам четко определиться и с вероятностью 99% сделать выбор в пользу какой-то основной патологии. То есть либо исключить ее, либо подтвердить. Программу разрабатывали около года. Врач-рентгенолог изучила 6000 снимков легких и распределила их по 9 группам. Это часто встречающиеся патологии. Потом программисты забрали все. И уже на основании вот этих всех данных они учили компьютер находить патологию в легких. Затем также наша база бралась. Собрались все наши снимки базовые. И уже потом я оценивала, насколько правильно компьютер давал заключение. Такая проверка длилась больше месяца. Марк, так называется программа, прошла на отличном. В день свыше 10 пациентам приемного покоя делают рентген снимок легких. Теперь его не распечатывают, а выводят на экране, где искусственный интеллект уже распознал патологию и даже подсветил красным. Участок, на который следует обратить внимание. Мы уже тестируем эту систему в приемном покое. И точно составляет выше 90%. И в некоторых ситуациях даже врач-рентгенолог может не обратить внимания. Машина видит 100%. Для локализации выводится тепловая карта, чтобы хорошо было видно именно место патологии. Некоторые случаи, даже сама Анна Васильевна, наша заведующая рентгенологическим отделением, не видела патологии. А машина указывала, что патология все-таки есть. По словам главного врача обл. больницы, такой программы в Казахстане нет. Кстати, эта разработка будет востребована в районных больницах, где дефицит врачей-рентгенологов. В планах у руководства областной больницы внедрить искусственный интеллект в УЗИ. При таком исследовании тоже есть большое влияние человеческого фактора. Айгири Мукашева, Михаил Казначеев, Новости, МТРК. У другим новостям. Улыбки и детский смех, а еще десяток ярких номеров. Все это можно было увидеть в городском Доме культуры. В честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма для особенных мальчишек и девчонок приготовили концертную программу. Наша съемочная группа там тоже побывала. Не берут с нас ни в сад и ни в школу. Деток дружно прудет в детвора. Прислоняемся грустно по дому. Изучаясь и рюкла. Этот отрывок из стихотворения Елена Чмель, 10-летний Данил, читает на большой сцене первый раз. Он старательно учил его вместе с мамой. Они приехали в Петропавловск из Есильского района, чтобы выступить на концерте в честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. О диагнозе сына Евгения говорит открыто, как и о проблемах, с которыми ее семье приходится сталкиваться. Она считает, что развитие и социализация особенных детей в нашей области будет проходить эффективнее при наличии грамотных и доступных специалистов. Таких в Северном Казахстане единицы. Мы посещаем коррекционный класс, кабинет коррекции. К нам входит социальный педагог, так как мы надобники. У нас мало специалистов. У нас, например, мы с района. У нас нет такого что-то. Ну, какие-то даже кукольный театр там или спортивные какие-то занятия. Такого нету ничего. Просто вот школа и коррекция. И, естественно, дом. Концерт для особенных мальчишек и девчонок при поддержке Управления образования организовала общественное объединение «Мой ребенок». Оно было образовано пять лет назад. В него входят 178 детей. 15 из них живут в районах. Его основательница Татьяна Ковалева. Чтобы лучше понимать сына и помогать ему развиваться, выучилась на психолога. Женщина говорит, раньше, чтобы проводить занятия с детьми, приходилось самим снимать помещение. В 2019-м им больше этого делать не придется. Нам предоставили на битвозбездной основе помещение в 21-й школе. Акимат города Петропавловска в этом году организовал внеклассные занятия с детьми-аутистами. Научиться петь так же красиво и звонко особенные ребята смогут в кружке, которые в этом году открыли на базе школы «Жаз Дарен». Там малыши с диагнозом аутизма обучат хореографии и рисованию. Звонкий смех, улыбки и аплодисменты. После концерта малыши и их родители ушли с хорошим настроением. Понравилось танцы. Лично мне люблю читать, танцевать тоже хорошо. Даже полезно. Мне понравится кассет. Мне нравится петь. Дарья Пашманцева, Адель Нуржанов, Новости МТРК. Первые шаги к успеху. С 15 по 20 марта в Октубе и Казаларде проходил четвертый этап Республиканской Олимпиады школьников. Больше тысячи старшеклассников со всего Казахстана состязались по 10 предметам. Ученики нашей области заняли второе общекомандное место. Привезли домой золото, бронзу и серебро. Сегодня во дворце школьников чествовали победители. Татьяна Исельская расскажет подробнее. Олимпиада проводилась в несколько этапов. Школьный, городской, районный, областной и республиканский. По итогам регионального тура в нашу команду вошли 70 лучших ребят. 20 из них заняли призовые места. Школьники вернулись с пятью золотыми, тремя серебряными и двенадцатью бронзовыми медалями. В прошлом году мы направляли 71 учащихся. Из них 17 было призовых мест. Но в этом году мы также ставили перед собой задачу стать лучшей командой олимпийской сборной. Нам это получилось. И мы получили второе общекомандное место в республике как лучшая олимпийская команда. Молодые, целеустремленные и амбициозные. Карина Есимова изучает немецкий язык больше пяти лет. Говорит, бывают трудности. Но в случае неудачи она не падает духом и продолжает заниматься любимым делом. Девочка мечтает учиться в Европе. Мне очень интересна немецкая культура, литература. Поэтому я выбрала немецкий язык. Олимпиада стояла из двух туров. Это был письменный и устный. Письменный тур был достаточно сложнее, чем устный. Соперники были очень достойными. Так что вот. И как бы состязание было честным. На республиканской олимпиаде в Казеларде Карина завоевала бронзу. На подготовку ушло несколько месяцев. Много читала, изучала историю Германии. На немецком разговаривает с сестрами, которые там живут. Но и в родной гимназии тоже есть такие возможности. Олимпиаду проводят уже больше 20 лет. В этом году ее впервые транслировали в онлайн-режиме. Аиша Саликова на зимних каникулах не отдыхала, а проходила областной этап конкурса. А из Казеларды девочка вернулась с золотом. Английский я учу с первого класса, поэтому нужно было всего лишь обобщить все знания, чтобы суметь достойно справиться на республиканской олимпиаде. В первом туре я набрала 92 балла из 100, и во втором 94 из 100. Победители олимпиады получили грамоты и ценные призы. От областного управления образования денежные сертификаты. Татьяна Исельская, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. К другим темам. Снегогон, ручейник, водолей, первоцвет. Как только не именуют апрель. Все эти названия напрямую связаны с его переменчивой капризной погодой. Какой она будет в этом году? Солнечное ясное или хмурое и холодное? Чем порадует сверхзахстанцев второй весенний месяц узнавала Алена Хан. Апрель. Время первых подснежников, возвращение перелетных птиц и теплых солнечных дней. Вместе со столбиком термометров поднимается и настроение петропавловцев. Они рассказали, чего ждут от второго весеннего месяца. Чтобы люди вышли из этой ауры зимы, чтобы они начали просыпаться, можно так сказать. Начали выходить на улицу, гулять, радоваться, веселиться. Ну, как наступает весна, все тает, птицы пролетают из теплых краев. Весна радостно же. Все расцветать скоро начнет. Снег растаял. Смотрите, сколько людей на улицах. В первых числах месяца температура воздуха будет колебаться. Для апреля это естественно. Днем 5-10 градусов тепла, ночью до 8 мороза. Ожидаются осадки, сильный ветер до 28 метров в секунду, туман и гололед. Уже в середине апреля петропавловцы смогут сменить теплые пуховики на легкие куртки и плащи. Во второй декаде температура воздуха днем прогреется до 20 градусов. Ночью термометры покажут от 3 до 8 мороза. А ближе к концу второй декады снова похолодает. Но это ненадолго, говорят синоптики. В конце апреля будет тепло и солнечно. В начале третьей декады месяца ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до 5-10 тепла, местами 0 градусов. Днем до 18-23, местами 13 тепла. Затем ожидается понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, местами 5 тепла. Днем до 10-15, местами 5 тепла. Самый теплый апрельский день синоптики зафиксировали 30 апреля 1982 года. Тогда столбики термометров поднялись до 31 градуса тепла. А вот 1 апреля 1963 года была настоящая зима, минус 26. Алена Хан, Адиль Нуржанов, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Но пока апрель показывает свой характер. Спасатели распространили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в среду и четверг на территории области ожидается сильный ветер 15-20 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 23-28 метров. Возможно осадки, туман и гололед. Спасатели рекомендуют принять все меры безопасности, особенно тем, кто отправляется в дальний путь. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. МТРК. Будьте всегда в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова